мы запустили сервер клиент make server my client вот у нас две машины запущены мы сегодня займемся сетевой безопасностью в каком разрезе как только вы установили какой-то сервис ssh почту ввв так далее сразу куча ботов начинает вас атаковать пытается взломать пароль пытается через почту сделать релей пересылать свои письма спам и так далее естественно что это нам дает во первых могут взломать использовать вас потом как ботнет а во вторых конечно нагрузка личная нас лишняя на сервис поскольку как вы помните у нас семиуровневая модель у нас с самого низа поднимается пакет через все слои и обрабатывается на уровне приложения много ресурсов на это тратится конечно возникает идея почему бы нам не сделать остановку этих пакетов на нижних уровнях то есть на уровне фильтра пакетов принципе почему бы нам это не сделать как же это делается есть такая программа пакет fail to ban на самом деле это не один пакет целая целый комплекс таких пакетов кучу нее форков с разными фишками так вот как он работает от работы следующим образом он просматривает логи вашей системы если находит там что-то похожее на атаку спам или так далее он блокирует эти адреса то есть это такая проактивная защита вот давайте мы установим его файл тубан то есть ошибка и сразу бан отправляется он у нас работает сейчас его найдем стара файл тубан вот он он работает у нас с разными вариантами фарвола фильтра пакетов но в данном случае у нас редхэт у нас тут firewall это firewall д соответственно вот видите бан action идет firewall кмд но кроме этого есть у нас айпи тубан с разные варианты нф тубов тут новенькие у нас и так далее основной файл это вот этот вот файл 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 ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ у нас пошли сервисы джейлы в зависимости от этих логов что-то делает ну вы тут можете разные варианты рассмотреть вот у нас тут порты значит что у нас тут интересно это бан тайм насколько мы баним и max retry сколько попыток мы разрешаем чтобы были попытки атаки в логах давайте мы систем контрол старт файл тубан вот у нас файл тубан пишет свой файл вот мы тут запустим минус f варлог варлог файл тубан вот он запустился сгенерил свою базе и к в этой базе у нас постоянные правила то есть после перезагрузки он считывает что было забанено и если время еще не стекло продолжает банить ну за и правила у нас идут слоями у нас под разные дистрибутивы дополнительные файлы вот например все знают что у нас логи могут быть в каждом дистрибутиве по-своему называться вот у нас под каждый дистрибутив свои название логов вот это вот по фидору ну и соответственно redhead вот под debian видите все слог тут у нас под фребезги и так далее ну каждый дистрибутив точит под себя там кладет свои пути джейл конв это общий файл но мы его естественно не будем редактировать мы отредактируем вот смотрите тут у нас дальше пишется что мы должны создать файл кастами зачем local но тут на самом деле можно спектр файлов создать мы для простоты сделаем один вот и вот у нас стиль и не файлов то есть у нас идет секция секция дефолт и секция вот мы ее раз комментируем по умолчанию бантаем 600 секунд это сколько у нас 10 минут мы поставим час мы вот такие вот звери ну и естественно вот давайте мы перестартую вот нас ничего не происходит ничего не банится собственно никаких цепочек не подключено потому что мы за и на и блядь и должны эти все цепочки я собственно предлагаю начать давайте мы начнем с сссс как мы будем делать можно полностью скопировать этот файл джейл конв в кастами женщин local потом удалить лишнее как микеланджело можно наоборот выбрать то что мы хотим и вставить и так у нас с ссссс сначала у нас какие службы с сссс была почта и VVV. Давайте SSH мы выделим. Что у нас? Вот они. SSH. Тут у меня не срабатывают клавиши. Мы должны под Ctrl Insert. Нет. Клавиши не срабатывают. Скопировать буфер. Поэтому мы F9 нажмем правка копировать файл буфера обмена. И вставим F9 правка вставить из файла буфера обмена. Ну вот это вот мы все убираем. Но тут правда помните мы еще портик сделали 20-22. Мы его тоже будем защищать. Тут мы пытаемся получить как будто у нас идет DOS. Тоже можно подключить порт. DropBR у нас нету. И тут тоже порт подключили. DropBR это такой легковесный демон. У нас OpenSH. А тот легковесный демон ставится в основном на на всякое Embedded на всякие девайсы. Ну какие там у нас например на роутеры. Значит и заенаблен. Enabled True. Значит F3 начали выделение. F3 закончили. И с помощью F5 копируем. Вот вот так вот у нас давайте мы посмотрим перестартуем и логи смотрим. Вот у нас подключились уже конкретные jail. Jail это у нас тюрьма. Какая-то клетка. И вот мы их запустили. Все. Теперь будет проверяться логи по этим портам. И в зависимости от этого блокироваться не блокироваться. Ну что у нас давайте дальше. У нас дальше идет HTP. HTP мы ставили. Атаки на HTP F3. Давайте все скопируем. Так. А дальше у нас идут нет нам эти сервисы не нужны. F3 завершили. Выделение F9 правка копировать файл буфера обмена escape и вставим F9 правка вставить из файла буфера обмена. Порты у нас остаются. Это аутентификация. Это боты. так. Вы потом во время контрольных вопросов можете написать что означает каждый из сервисов от чего он защищает. так убрали ну и каждый вариант мы должны заенейблить. Вот мы сейчас скопируем enable net true и с помощью F5 F5 копируем F5 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 вот F2 сохранили перезапустим и увидим что у нас вот останавливаются уже медленнее работает потому что нам нужно остановить джейлы записать информацию в базу а потом перестартовать вот у нас эти и у нас еще почта была почта очень опасная вещь все пытаются использовать ее как реле для рассылки спама видите тут достаточно много защит все что мы естественно лишнее ставить не будем зачем нам это у нас этого и нету так это у нас это у нас все уже какие-то ненужные нам сервера уже сейчас посмотрим что у нас есть вот на этом остановимся f3 f9 копировать файл буфера обмена в 9 правка ставить из файла буфера обмена ну и мы лишнее удаляем то чего у нас нету курьера у нас нету постфикс есть порты до оставляем это у нас rbl это blacklist у нас его наставим может быть вы захотите его отконфигурить с инмейла нету кумейла нету давкод есть control у это вернуть удалил экзим хороший агент нету курьер от постфикс сасал вот у нас сосал у нас есть давайте скопируем лишних ставить не нужно потому что на каждое на каждую акцию он же смотрит логи определенные ресурсы идут на это и ресурсы на каждой акцию запускаются и тратятся на память тратится и так далее вот он нас остановил все и пошел запускать да чтоб вот он файл тубан крутится достаточно ресурсы съедает виртуальная память да хорошо он работает ну а теперь нам бы хотелось бы проверить его мы не будем менять конфиги для проверки у нас есть клиент файл тубан клиент вот такая утилита мы реалтаймово делаем замены в демоне и они сразу применяются вот у нас статус что у нас охраняется кейт джейлов 16 джейлов давайте статус SSH посмотрим вот у нас статус SSH хорошо работает значит посмотрим как у нас с клиента SSH значит тут у нас будет root а тут значит клиент давайте мы SSH юзер на сервер юзер нет вот у нас залогинилась ну почему потому что у нас там ключ минус п 2022 залогинилась там мы оба посмотрим порта значит давайте мы для того чтобы быстрее заблокировать поставим количество ошибок две set sshd max retry 2 что у нас в логах в логах установлено max retry 2 и попробуем войти ну естественно под клиентом у нас под юзером ничего не получится потому что у нас не вводится пароль у нас идет по ключу аутентификация под рутом ssh юзер на сервере юзер нет пароль раз два три вот три раза прощелкали пароль мы неправильно ввели и что мы видим что у нас забанено статус забанено мы конечно под клиентом у нас же по ключу почему нет нет у нас другой порт тоже нет все у нас никто не пускает на тот сервер только пускали а сейчас уже не пускают что мы делаем мы вручную конечно можем удалить адрес set ssh бан ip вот это вот ip так смотрим статус банн нету он тут отбаненный с клиента подключаемся подключили ну давайте мы пресечем это на корню мы же администраторы сидим на этом компьютере и вдруг ошибемся и нас забанит мы не сможем получить доступ на сервер это нехорошо давайте мы сделаем следующее у нас у нас есть вот такая опция пинчап игнора ip игнорировать определенное ip ну естественно мы средней кнопкой вставлять будем это у нас в дефолт секции локальной ip ну и давайте игнорировать ip нашего клиента естественно у вас может быть другой всю сеть мы не будем давать хотя конечно вы можете выделить отдельную сеть только под администраторов ее вот так перезапустим так тут у нас вот смотрите мы если без этого перезапустим так рестарт так смотрим статус очистил бан мы удалили ip он его знает но он бан очистил а теперь мы игнорирование ip сделаем и перезапустим мы добавим себя в список игнорирования таким образом даже если мы кучу ошибок там сделаем то нас не должны забанить в теории мы сейчас проверим итак перезапустилась итак пробуем подсоединяемся так давайте мы опять сделаем макс ретро и два опять мы забыли пароль что у нас пишет лог лог пишет что конечно надо бы забанить этот ip но списки не не банится списки игнорируемых опять пробуем да опять заходим видите две ошибки вот 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 так вот таким образом мы защищаем нашу сеть вот атак наш сервер атак по сети от плотов и так далее это как бы первый уровень защиты самый минимальный но при этом как можно сказать 80-20 папарето на это больше всего мало усилий на очень много атак ну и в конце концов мы должны сохранить все как всегда в огранке провизион сервер вот у нас сохранили вот у нас кастомизация и protect тоже ну и естественно прописать нужно в файле vagrant файл вот protect защиту берем вот эту вот так вот 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 вот